Иван Гаргамель представляет Давайте-ка сломаем ему гномов По-моему, папа всегда прятал дверной ключ в одном из гномов Не в этом Думаю, мой папа прятал ключ от... Не в этом Уж точно не в этом Это и так видно По-моему, уж точно не в этом Ну, это видно и так Давайте-ка в последнего гнома Теперь остались только ты и я, Дьянго Хе-хе-хе Ну, что я говорила Вот и ключ Всегда у последнего Такова жизнь Давай-ка возьмем к обломке После стольких лет он принес хоть какую-то пользу Ну все, сейчас откроем дверь и кони... и все А что узнаем теперь? Жду не дождусь, когда я наконец попаду домой О нет, он сломался и застрял в замке Ах... Какая досада Может быть мы сумеем... Ах, Харви... Это наш дом Я не хочу здесь ничего ломать Больше... Ничего... Ломать Так что же делать? Матис запретил мне расписывать двери Ну, а Матис... Ну, отец здесь нет Не хотелось бы, чтобы он был Мы могли бы проехать двери, Дьянго У тебя есть конструк... Нет, только несколько... Ты экструктивный Пойдем прогуляемся К сараю... Вот этого совершенно никто не замечал сарай Да и мы... Да и сейчас никто этого раньше не замечал сарай Возьмем щипцы Так... Может быть мы возьмем газога на косилку? Хм... Нет бензина Может найдем немного бензопиля? Да Я очень любила играть в Догони лягушку Да Альфред очень боялся газога на косилке И правильно Эй, я тут знаю одного гнома, который командует твоим младшим братом Прежде чем приступить к работе в саду, надо заняться домом Это тоже верно Они уже мои Лопату взяли Точно, с ней я доберусь до сорняков О нет, туго поддаётся Ещё и это... с отлично джемел от него уже 10 лет назад не было никакого проку думаю больше здесь ничего делать заходит поднимаемся в дверь так строились здесь скоро узнаете зачем нам нужно кастрюли пока поднимаемся наверх полюбуемся что там находится ухты столовая закрыта закрыта тогда нужно ответа я нам нужен ключ прогуляемся что тут находится ванна мувальник а вот сам увальник знаменитый мой дадыр мувальников начальник и мочалок командир о комната матицы фотографии у меня грустный вид хочешь сказать мне что-нибудь одна ты виноват ах нет прекрати эй это же моя фотография я подарила ее своему папе и пусть она здесь и остается беспалее это глупо как-то возьмешь жигалку всегда запрещал мне с ней играть но я нигде его не вижу эх если бы мать из был бы жив он бы увидел свою дочку взрослую оооо тот самый мой школьный класс пакетик там снаружи только лес это мое по моему где-то ярмарка о которой ты мне рассказывал наверное если я съехала магазин мороженое наверху закрылся озеро м м м опрокинулась вверх но да погоди там снаружи только лес ах да нет я его совсем не хочу есть там кто-нибудь да нет никого нет то есть нет посмотри на доску я ее помню она была звездой второго флэшбэка хээ я потом переставлю крич крич мятные уши прости дружок пирожок мел кончился весь мир на одном шаре для боулинга а разве он не был гораздо больше а разве он не был гораздо больше я здесь попозже красоту наведу можно вас потревожить нет нет я занят с уроками считай покончено я тоже так думаю неужели все это закончился у веселья для Эдны да побывали мы в классе наверх поднимемся я вижу улицу там вдали синий свет это по моему уже мое вам никогда меня не достать это мы еще посмотрим нет карниз всегда был для меня слишком музык растение похоже еще живое наверное еще не все потеряно кто-то в мое отсутствие выкрал мой потайной запас жвачки что и вот я снова здесь теперь все будет хорошо кто-то в мое отсутствие но почему так не везет снаружи все спокойно мы снова дома харви давай найдем рекордов тогда я считаю что делать тебе этот стол что нибудь напоминает харви да 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 наши занятия для меня тебе этот стол что нибудь напоминает да хари шкаф помнишь этот шкаф харви до сих пор не могу говорить обращаясь с тобой эти преступники доска а помнишь как мы учились подделывать подписи это было как-то связано с ракетами и гигантской спаржей да надо тогда тогда помню из какой моей собственной страны трудно сказать на географии ну и на географии к этому делу альфа леваль с его шариками значит и с первым потому что там же желток подламы но нет вообще то вы из германии не хочешь присесть на минутку харви нет нет ведь мы почему почувствовали потому что ты меня все время не несешь на себе ну тоже верно он же ее игрушка друг дедца закрыт почему может быть тогда растопим печку холодно поглядим что еще лежит в старом котле водитель к сжим луну ну что это было нет хамбина мы совершенно нормально психически здоровые обыватели настоящий сумасшедший это доктор марсел и мы это докажем ну что будет и мы это докажем тогда мы сможем поджечь луну хорошая мысль отлично я нашла куски сломанного ключа нормально теперь сейчас мы намочим обломки гнома мы создадим новый ключ как вот создали главный ключ такой дорогими подписчики мы это сделаем раньше я любила лепить големов я помню потом потом големы разобрали песочную пищеварно построил капотом альфред что это было не так тот собрет но по моему мне сейчас тоже может пригодиться немного слякать я делаю слепок вдавливая каждую часть в глину отлично получилось что удалось однажды вот так вот а сейчас мы создадим новый культ может быть это поможет одна придется вы сварить этот главный ключ у нам больше не нужен как бы то ни было придется опять плавить главный ключ ребята золото готово хорошая мысль я высыплю золото форму теперь мы сейчас всего а стул а свежим свои ключ от дома мать отец не хотел чтобы у меня был свой ключ тогда он не смог бы не спирать открыть крючок кроме того я помню чек о понятно так все мы на концерт были главный ключ теперь мы забыли то есть свой ключ теперь можно спокойно открывать все двери какие только захотим сейчас я беру эту дурацкую ленту откроем еще эту дверцу который находится на кухне теперь поднимаемся наверх в свою комнату чтобы узнать всю правду и раскрыть и раскрыть двойную игру доктора марс доктора марселла а вот и комната это и вправду моя бывшая комната наконец то я сделала это теперь мне осталось найти свой дневник ты не помнишь куда я его обычно убирала харви странно это воспоминание еще как в тумане но думаю с помощью всех этих предметов мне будет несложно последний раз совершить храбрый маффер о да мы просто спрячем дневник куда-нибудь где я смогу его найти эмммм эмммм сразу же гоню туда еще лучше чего мы еще ждем вперед ну тогда лучше скрипче там узнаем всю правду а вот сам отец конрад это просто непостижимо что я с тобой делаю не так солнце ящерицу зашиворот бедному альфреду разве я тебя так воспитывал правильно я это помню отец посадил меня под домашний арест как будто эта дверь была когда нибудь препятствием нас интересует только дневник харф господин конрад господин конрад зануды дурацкая тревога что случилось с альфред вы накажете одно я как раз собираюсь это сделать накажу я не знаю что сам меня сурово это чудовище укусило меня за плечо я уже наверное никогда не смогу играть на скрипке может быть уверен что наказание будет соответствующим сынок было бы здорово но пока говорит что ваших дисплеерных наказаний для украшения этого очень мелочи циреныша спасибо как выражаюсь недостаточно он так говорит в следующий раз поймем скорпиона если вы не выражаете я лично буду вас караулить чтобы быть уверенным что назначенная вам мера наказания выполняется заткнись а теперь выйди вон отсюда маленький котеныш просто не обращай на него внимание давай лучше найдем дневник и так мы попали в комнаты Эдны о заметьте плакат The Raspberry World что означает это что это будет что это была что это был что это будущий плакат к будущей игре который появился через год а именно в 2009 году потом уже потом уже дублировали через год а именно в 2010 год где дублировали известные актеры вот первый The Dragon Intervention и вот плакат будущей игры The Raspberry World сами сами поняли намек итак неушели правда что ли как у тебя дела как у тебя дела как дни Бэби què было бы лучше если бы ты так меня не называл откроешь мне окно а почему бы и нет просто дай мне команду и я ее выполню Смотри, ну, отлеживай дневник от нас. Чёрт возьми, ты прав. Тогда пусти меня скорее к нему. Скорее бы мне освежить свою память. Эй, а вот и мой дневник. Ну да, Белла. Ну да, Белла. Наконец-то я смогу всё вспомнить. Ура! Погоди-ка. Когда произошло это убийство, которое якобы совершил мой отец? Пастер говорил, что это про 3 августа. Если верить дневнику, то это сегодня. Мы перенеслись прямо в день убийства. Ой, нет, это даже очень хорошо. Теперь мы сможем установить его невиновность напрямую. Только нужно его найти и не упускать из виду. Давай постараемся выбраться отсюда. Наконец-то мы сможем доказать его невиновность. Я знаю достаточно. Что ты расскажешь мне? Приют воспоминаний. Я знаю достаточно. Я знаю достаточно. На этой раме я вырезала руны для защиты от гнолов. Похоже, они не помогают. Иначе бы Альфред рассыпался в прах ещё на пороге. Бывают дни, когда я чувствую, что могу вынуть этот мир из петель. Сегодня не такой день. Альфред, ты ещё там? Этну посадили под домашний арест. Этну посадили под домашний арест. Альфред. Злодей. Хм, закрыто. Ах, сколько же здесь воспоминаний Это уже моё Привет, прошлое Соскучилась по мне Это апокалипсер, мой второй любимый плюшевый зверь после Харви К сожалению, он не умеет говорить Зато он владеет языком жестов А ещё он умеет пукать Азбуком Апокалипсер сегодня останется стоять на полке Он должен отправить телепатический рапорт на базовую станцию Эй, апокалипсер, не пора ли прокатиться? Он говорит нет Эй, апокалипсер, не... Он говорит нет Какая досада? Сюда складывают грязную одежду и секретные запасы сладостей При всём желании я не могу таскать её с собой Скажи «А-а-а-а-а-а». Легкий кариес 456 степени. Харви может пройти через окно. Дядь, дядь Лопалузу. Ужасная, какая музыка стала. Сейчас вот, как дядь, дядь Ладим. Эй, Адна, а почему ты не просыпаешь, как дядь ладим? Что ты имеешь в виду? Я должна барабанить в дверь, чтобы привлечь внимание Альфреда? Оу, вообще-то я думал, что ты могла бы бить за головой в стену. Я в твоем плане тоже что-то есть. Ой. Правда, Альфред мерзкий кузов? Для ботины. Для этого вонючего, гнойного прыща больше и знать не хочу. Сюда складывают грязную одежду и... При всем... Не видно. Может быть, Родик шкаф нам поможет? Если тебе нечего предложить, то лучше помолчи. Я чувствую себя таким грязным. Никаких шансов, Харви. У нас сейчас есть дела поважнее, чем кататься в стиральной машине. Жаль. Жаль. Очень жаль. С обратной стороны был тайный проход в Дальнее Королевство. Я запечатала его после того, как подожгла Ледяной Дворец. Разумеется, совершенно нечаянно. С обратной... Нет. Ну вот именно. Алло, бугимэн. Странно. Он всегда приходит по ночам. Только по ночам. Альфред. Как дела, Харви? Отлично. Харви хороший. Нет. Ладно, ладно. Может быть, этот шкаф нам поможет? Ну, как же надо спрятаться? С обратной стороны был... Я запечатала, разумеется. Как же быть? Надо мне сейчас подумать немножко. Сейчас мне... Да, пожалуйста. Оставь оплатно. Пойдем, Харви. Ну, сейчас, так сказать, мы зайдем. Оставь... Эй, куда она делась? Она что, вызывала в окно? Эй! Эй. Очень хорошо. Лучше всего давай разделимся. Ты ищешь наверху? Я внизу. А если я его найду? То позовешь меня. Понял. Понял. Эм... Эда. Да, Харви. А что не снимаешь? Убийца. Не поясничай, Харви. Мать из-за мухи не обидит. Я просто спросил. Не хотелось бы признаться в этом этни. Но мне немножко страшно. Кажется, это сейчас колкарасик. Одну велелась, как его внизу. Ты не знаешь, где Матис? Тут мне не пройти. Пальто Матиса пока висит. Матиса не видно. Страшно немного стало. Эта картина мне ничего не поможет. Это Матис вон там? Это Матис вон там? Можем идти. Матис действительно убийца. Эдна, 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 Эдна. Что такое, Харви? Это Матис. Матис, он варит суп из детей. Не понимаю, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что ты сказал. Матис все-таки убийца. Идем со мной. Но. Но. Что случилось? Я не понимаю ни слова. Но. Но. Он был здесь. Он сделал бледы и... Варил детей? Тебе самому не кажется, что это звучит абсурдно? Я... Я... Ищи дальше. Что здесь происходит? Она как всегда закрыта. Что со мной такое? Я же знаю, что я не могу это увидеть. Это ужасно. Просадите печку. Убийца настоящий Матис. Убийца. А-а-а-а-а-а. Эдна, Эдна. Что еще? Ты меня не видел точно. Почти сбросать детей печку. Нет, Харви. Он этого не делает. Пойдем. Пойдем. Я тебе раздакажу. Да это же... Я вообще больше ничего не понимаю. Тебе не хорошо, Харви. Я постепенно начинаю за тебя бояться. Как я мог так ошибиться? не когда нужно идти матерца не понимаю только что матерца было еще здесь не когда нужно идти матерца не когда не когда мне нужно не когда-то не когда-то поднимет поднимешь меня наверх ну ёкало мы на что еще кошмар будет перед детей кошмар ужас давай вместе посмотрим видишь здесь ничего нет думаю пора завязывать с этим делом это был тяжелый день я все еще помню завтра она тебя кажется не очень хорошо действует хрономорфинг нет 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 мне уже лучше давай попытаемся еще разок давайте-ка сохранимся на всякий случай потому что там будет две концовки нужно сохраниться на всякий случай итак вот где находимся мы здесь матерца тоже нет задние двери только всегда заперты это величайшая я вижу кухню может позвать оседей пошли сюда поклоняется демону похожего на доктора марсала прям помощи мне она увидела одни убilar и они на веранде действительно кто то есть оставайся здесь я пойду погляжу По-моему, они симпатичная пара. Я вполне мог себе представить, что у них будет общее будущее. Вашей дочери моего сына? Ха! Всех пора её следовать обоотучить от неподновения. Это неуважительно и строптиво. Но разве вы не добились прорыва в области... Как вы это называете? Корректировки характера. Это как раз то, чего не хватает вашей дочери. В таком случае я всё-таки выживаю один. Ещё один путь, чтобы... Ой, эм... Простите секунду. Как он узнал... Как он понял, в чём дело. Подошёл к ней и начал строго спрашивать. В чём дело, Эдна? Ты прекрасно знаешь, что должна сидеть в своей комнате. Знаю, но... Никаких но! Доктор совершенно прав. Тебе срочно нужно... Корректировка характера. Пожалуйста, не надо. Папа, я не хочу. Мы с тобой потом поговорим. А сейчас сверни свою комнату. Я очень рассержен, барышня. Ах, да. И будь поласковый с Сальфридом. Понятно? Война ласкови с ним не будет, увы. Поласковый с Сальфридом? Ха! А как хочешься? Успокойся, Харви. Всё же ты в этом виноват. То есть... Всё-таки значит все эти байки и небылицы. Я думал об этом. И всё в смысле достаточно просто. Я здесь ни при чём. Я всё-таки всё распроекция твоей фантазии. Разве забыла? Всё, что удивляешься, если я то там, то тут немного... Неточен. В смысле, когда речь идёт о наблюдениях, при которых ты не присутствовала. Неточность и совершенно абсурдный вымысел, это не одно и то же. Ты на меня сердись родилась? Ах, Харви, разве на тебя можно сердиться? Это же верно. А-а-а! Ну, погоди! А-а-а! Что он сделает? А-а-а! Скажи, если ты меня отпустил? Альфред, что ты делаешь? Отдай мне Харви! И ещё чего! Альфред, пожалуйста. Мне очень жаль. Я... Я... Я решила быть с тобой поласковее. Не верно! Ой, тебе ни каплика не жаль, чудовище! Ты чокнутая на всю голову! Мало того, что ты пытаешься обидеть меня ящерицами! Ты ещё и разговариваешь с этим плюшевым зайцем! Чего удивляешься? Я прочёл это в твоём дневнике! Подлиза! Харви, везде есть духа армии! А Альфред глупая жаба, так? Ну да всё кончится! Сейчас я расскажу папе! И они отнимут у тебя этого дурацкого зайца! Может быть, я не закрою тебя в папе на психушку? Другим же, таким же сумасшедшим! Тебе там самое место! Эдна разговаривает с плюшевым зайцем! Эдна разговаривает со своим плюшевым зайцем! Злочей! Не надо, Альфред! Пожалуйста! Эдна, помоги мне! Не больно! Что же мне делать? Стопни его! Что? Стопни его! Стопни его! Стопни его, свежицы! Теперь понятно, кто убил Альфреда! Я всё равно в прохождении, когда смотрел впервые, я всё равно мне это зашокировало, что маленькая девочка Эдна убила злого Альфреда! В общем, так ему и надо! Чтобы она попала в психушку, это вот! Теперь понятно, почему доктор Марсел не пускал её! Он мучил её! О нет! Теперь я всё вспомнила! Это... Я убила Альфреда! Это... Это произошло в состоянии аффекта! Я же не могла допустить, чтобы он отнял у меня Харви! А вот и доктор Марсел! Да! Это была ты! Ты убила моего сына! Твой отец взял вину на себя, чтобы тебя спасти! Мне пришлось обещать ему, что я о тебе позабочусь! Но я видел только одну возможность, как это сделать! Я хотел создать тебя заново! С чистого листа! Уничтожить все твои безумства! Несколько раз я был почти у цели! Но всякий раз ты находила новый путь к своим воспоминаниям! Теперь я наконец знаю, как мне поступить! Я верил, что вы заяц Харви! Он тот самый якорь, который приковывает тебя к твоим воспоминаниям! Если ты его уничтожишь, то сможешь наконец снова жить без чувства вины и обрести душевный покой! Не слушай его! Он и что тут все для тебя так важно! Близ, твой талант! Всю твою радость! Смотри! Он стоит на том же месте, на том, как он так настоял его сын! Сегодня маленький толчок! Мы наконец свободны! Он единственный, кто знает о нашей вине! О нет! Что же мне делать? Итак, теперь у нас есть два выбора! Существует доктор Марсел или Харви? Я вам преуспел этот доктор Марсел, а уж потом Харви приступим! Все! Отрезало его! Вот что злодей сделал! Заставил злодея такой! Да! Валенство к потрясениям! Эдна не вернулась в больницу, где ей порвили... Лепни вернулась в больницу, где ей порвили коррекцию характера! Терроризует Альфреддина! Ее любимое занятие, мытье посуды и сортировок документов! Точно, она вернулась в больницу! Доктор Марсел оставил свою карьеру, купил жилой суд, но и в свои немолодые годы получил золотую олимпийскую медаль по профессиональной рыбной ловле! Хотти не вернулся в больницу! Он начал карьеру грабителя банков! Отнавшись, застрелив банковского служащего, он сдался властям! Альмен, в конце концов, поразила молния, и он превратился в световую сущность! Игрок... Игрок же так и не выяснил, что с ним случилось! Игрок же так и не выяснил, что с ним случилось! Это не Харви, взрыв мозга! Как видите, это я сейчас сделал! Ух, кто вернулся композитором! Фином Сериджио! В главных ролях Ильина Чепатуркина, Этна, Александр Комлев, Харви, Александр Грузьев, Доктор Маршл, Ладислав Коп, Матис, Илья Билетный, Владимир Роганов, Касик, Карасик, Алик Уценко, Ладислав Коп, Касин Карасик, Андрей Соколов, Кас, так, понятное дело, Кузнецова, моя любимая актриса. Так, Владислав Коп, я хочу слово рано. Позитим. Ну, в общем, в общем, это я, между прочим, это я предел, между прочим, это я предел титры, чтобы вам было интересно. А именно, название предел так и на русском написал, кто-то там озвучивал. Ну, в общем, это я, между прочим, это я, между прочим, это я. Сейчас, внимание. Я скоро вернусь. Итак, дорогие напишите, мы подслушали доктора Марсла, теперь будем слушаться Харви. Сейчас мы его столкнем с лестницы, как столкнули его сына. Все, умри, злодей! Да! Вот эта концовка является так, она нынешней во второй части. Эдна не вернулась в больницу. Полиция неделями тщетно искала пропавшую девочку. После, как и были прекращены, когда в океане нашли кусочки синего тряпичного зайца. Крючник тоже пропал. Его так и не нашли. Вообще-то, сейчас он умер в церкви, как вы знаете, дорогие мои подписчики. В Моти один вернулся в больницу. Через две недели, в которой он пройдет с Хоти, его признали душевно здоровым и выписали. Ни себя от радости, он пошел работать в служащем в банк. На второй день работы, в банке его застрелили во время нападения. Это был Хоти, как знаю я. В пузыре на обратном пути, в больнице понадобилось отойти по нужде. В туалет, в заправочной станции, воспитал любовь, в своей жизни, и удрал вместе с ней. Игрок же и так и не выяснил, что с ним случилось. Конец! Снова будем смотреть титры. И снова вы увидите, как я предел некоторые титры. А именно вот название предел, как вы заметите. Из, конечно же, актеров поставил я. Ну, впрочем, это уж другая история. Да, все-таки даже в Германии придумали игру. Это была первая игра в детальке Intervention. Да, мой брат ненавидит Германию за то, что фашизм произошел. Но, несмотря на это, игры здесь популярны были, в Гамбурге. Вот, снова актер дубляже. Это, между прочим, я переделал титры, дорогие подписчики, если сразу вы поняли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, телефон заставили. В общем, это же другая история. А снова слушаем мы джазовую музыку. Вот, вибрафон снова слышу. Контрабас, ударные инструменты. Бас, гитару. Там еще было фортепиано. Не хватало только саксофона. Вот перед вами вот сам домик, церковь и вот сама психушка. Друзьями были, стало быть. Вот и все, дорогие подписчики. Мы закончили игру под названием Эдна и Харви. Взрыв мозга. Все, Эдна, верно, убежала от этого злодея Доктора Марсела. Доктор Марсел начал разыскивать его. Но все остальное будут знать во второй части. А именно в Эдна и Харви. Новые глаза Харви. Где главной героиней будет жалко не Эдна, а маленькой девочкой Лили. Эдна будет играть в эту роль второстепенную. А Харви будет играть так и положительную, так и отрицательную роль. Доктор Марсел будет играть отрицательную роль. Но впрочем, это вы узнаете в следующий раз. Потому что вы увидите после прохождения моей игры, Рога Фредди, морские заботы. Но все это вы узнаете на следующей неделе. А пока, до свидания. С вами был Иван Каргамель. Подписывайтесь на мой канал. И жите обалденных моих видеороликов, которых я приделаю. А также моих новых прохождений. До свидания.